Мы с вами продолжаем работу над меню нашего сайта и в этом уроке добавим новый пункт меню, который будет называться «О нас». Еще этот пункт меню можно назвать, например, «Контакты». И при клике на данный пункт меню у нас будет открываться материал, который я назвал «Контакты и связь с нами». Здесь у нас будет некоторый вступительный текст, в котором обычно пишется информация об администраторах сайта, о его авторах, а также для чего этот сайт создан. Кроме этого, для наглядности я разместил здесь фотографию администратора. Если авторов у сайта много, то можно несколько фотографий сюда добавить, чтобы люди знали каждого автора этого сайта. А также внизу размещена форма, по которой посетитель сайта может связаться с администратором. Для этого ему просто нужно будет ввести имя, e-mail, само сообщение и нажать на кнопку «Отправить». Таким образом обеспечивается обратная связь посетителей с авторами и администраторами сайта. Итак, давайте начнем с создания такого пункта меню и такого материала. Но начать нам, безусловно, нужно сначала с материала, чтобы потом было бы к чему привязать новый пункт меню. Перейдем в админку нашего сайта «Материалы», «Менеджер материалов», «Создать материал». Название статьи я скопирую отсюда. «Контакты и связь с нами», чтобы не набирать, это получится немного быстрее. Вставили. Для самого вступительного текста я сам текст скопирую с сайта, где генерирую текст «Рыбу». Три абзаца, я думаю, мне хватит. Копирую и вставляю. Теперь нам нужно вставить сюда фотографию. Фотография у меня уже подготовлена. Вот она. Однако она очень большого размера. С помощью программы Photoshop я ее хотел бы уменьшить. Откликаю на ней правой кнопкой «Открыть с помощью Adobe Photoshop». Давайте ее немного уменьшим. «Image», «Image Size» и укажем, что ширина у этой фотографии должна быть, допустим, 250 пикселей. Нажимаем «Ок». Затем «Файл», «Save for Web and Devices». Выбираем формат JPEG. Выбираем качество. Мне кажется, 60 вполне подходит. Фотография весит всего 17 килобайт. Сохраняем изменения. И я назову эту фотографию, допустим, «Mini». Сохраняем. Возвращаемся в админку нашего сайта. И вставим ее куда-нибудь в начало нашего сайта. Но чтобы вставить, нам нужно под редактором нажать на кнопку «Изображение». Кликаем сюда. Теперь нам нужно это изображение загрузить. Нажимаем «Обзор». Указываем наш файл. Кликаем «Загрузить». Фотография загружена. Теперь выбираем ее здесь. Выравнивание. Пусть она у нас будет находиться справа. Описание оставим пустое. Заголовок пустой. И пусть заголовок не показывается. Нажимаем «Вставить». Фотография у нас вставлена. Категория пусть у нас будет «Uncategorized». То есть никакой категории причислять этот материал не будем. Теперь сохраним и закроем изменения. Но, как вы догадываетесь, на сайте пока мы ничего не увидим. Потому что нам нужно сначала создать пункт «Меню», по которому мы к этому материалу и перейдем. Давайте тогда перейдем «Меню», «Мейн меню». Вот это у нас главное горизонтальное меню. И создадим новый пункт «Меню». Кликнем «Создать пункт меню». Заголовок «Меню». Пусть он у нас называется «О нас». Тип пункта «Меню». Так как материал «Контакты» у нас один, то и ссылка из пункта «Меню» у нас будет просто на один материал. Вот. Материал отображает отдельный материал. Кликаем сюда. Теперь нам нужно указать, какой конкретно материал мы хотим видеть при клике на данном пункте «Меню». И, соответственно, ищем тот материал, который мы с вами только что создали. Вот он, «Контакты» и «Связь с нами». В остальном все у нас настроено пока нормально. Сохраняем изменения. И теперь давайте перейдем на наш сайт, обновим его и посмотрим, все ли получилось в этом плане. У нас появился новый пункт «Меню». Давайте попробуем на него кликнуть и посмотреть, все ли нормально отображается. Да, у нас материал отображается нормально. Однако, вот это нам здесь не нужно. Не важно, кто автор этого материала. Не важно, что он опубликован в категории «Uncategorized». Также мне не нравится, что здесь текст прилипает к фотографии. Мы это сейчас поправим. А также мне не нравится вот эта кнопка «Вперед», которая является навигацией между статьями. При клике на «Вперед» мы перейдем к следующей статье. Нажму «Назад». Теперь давайте вот эти все элементы убирать и исправлять. Как вы помните, вот этот блок убирается в настройках меню. Мы здесь в менеджере меню как раз пока находимся. Переходим по вкладке «Параметры отображения материала». Категория «Скрываем», показ в какой категории находится этот материал. Автор «Скрываем», кто является автором этого материала. А также нам нужно удалить вот эту ссылочку «Вперед». Она называется «Навигация». Смотрите, в правой части «Скрыть», «Навигация», «Скрываем». Сохраняем изменения. Еще раз проверяем, обновляя страницу. Получилось ли у нас удалить эти блоки. Блок «Навигация» у нас удален. Информация о том, в какой категории размещена эта информация удалена. И автор тоже удален. Давайте теперь исправлять вот этот элемент, то есть чтобы фотография у нас не прилипала к тексту. Для этого нам нужно вернуться в настройки материала. Я здесь закрою редактирование пункта меню, потому что мы уже все здесь сохранили. Материалы, менеджер материалов. И найдем тот материал, который мы хотим отредактировать. Контакты и связь с нами. Как вы понимаете, здесь нам нужно для данной фотографии создать такое свойство в стиле, которое бы делало отступ слева. И это свойство «Mergin». В данном случае «Mergin left». Отступ, внешний отступ слева. И давайте вот этой фотографии мы такое свойство и запишем. Тогда возвращаемся в редактирование материала. И так как мы будем работать сейчас с кодом, нам нужно выключить редактор. И мы тогда увидим код. Ищем, где находится в этом коде ссылка на нашу фотографию. А вот она в самом начале здесь видна. Как вы видите, здесь у нас никаких стилей не прописано. Поэтому давайте сами этот стиль и пропишем. После «Image» пишем «Style» равно. Кавычки открываются, кавычки закрываются. И здесь пишем свойства этого стиля. «Mergin left». Вот, стоп, слева. Ставим двоеточие. И пусть будет 15 пикселей. Ставим точку с запятой. Сохраняем изменения. И посмотрим, получился ли отступ. Здесь в редакторе видим, что отступ есть. А на самом сайте обновляем его. Тоже отступ теперь имеется. Теперь текст не прилипает к самому изображению. Мы сделали для изображения левый отступ «Mergin». Теперь нам нужно сделать форму, с помощью которой посетитель мог бы связаться с администратором сайта. И как раз этим мы займемся в следующем уроке. Продолжение следует... Продолжение следует...